Всем привет! Вот настало время рассказать вам о курсах автоэлектрика. Что они из себя представляют? Они из себя представляют, в общем-то, подготовку. Курсы представляют из себя три потока. Первый поток из себя представляет, да, человек не знает, что такое автоэлектрика, значит, базовую основу автоэлектрика. Также будет включена диагностика, поиск причины поломки, принцип работы основных элементов автомобиля, блоков различных, блоков управления, датчиков, соответственно, клапанов по двигателю, ну и прочего, прочего, прочего. Работа иммобилайзера, блока АБС, блока подушек, ну, в общем-то, всех блоков. Что из себя представляет обучение? Обучение будет проходить, используя стрим, то есть онлайн, по ютубу. Я буду рассказывать, показывать по схемам, по принципу работы, по процесс диагностики, процесс нахождения, устранения неисправности. Если в процессе кому-то что-то будет непонятно, соответственно, в стриме будете писать, спрашивать. То есть, ну вот, не понял этот пункт, то есть не этот пункт. Если у вас по какой-то причине не получилось поучаствовать на очередном занятии, которое прошло, то само занятие вы можете посмотреть в записи этого видео чуть позже, когда появится время. Соответственно, если возникнут какие-то вопросы, можно будет задать их уже в режиме оффлайн через тот же вайбер, либо ватсап, либо спросить под самим заданием, под самим видео. Хотя бы основы какие-то электрофизики, физики, проходимые в школе, в голове по-любому должны быть. В принципе, если желание ей заниматься, можно и школьникам, и новичкам. Что дают курсы? Курсы научат вас понимать принцип работы автомобиля, научат вас найти неисправность, научат работе с тем же тестером, научат работы с диагностическим оборудованием и поиск и устранение неисправности, соответственно, как я говорил. Это у нас про первый поток. Второй поток будет касаться чип-тюнинга, и третий поток будет касаться уже иммобилайзера. Само собой, чтобы попасть на второй, либо на третий поток, необходимо закончить первый. Как только прошли, поняли принцип работы автоэлектрики и так далее, соответственно, можно переходить уже либо на иммобилайзеры, либо на чип-тюнинг, либо на то и на то сразу. Сразу соваться в иммобилайзеры смысла никакого нету, не понимая того, о чем говорилось в предыдущем потоке. То есть, не умея сделать диагностику, не умея найти неисправность, лезть в иммобилайзеры смысла абсолютно никакого я не вижу. Касаемо оплаты по первому курсу про автоэлектрику, необходимо нам сначала, желающим побеседовать, желающим обучаться, необходимо побеседовать вайбере или ватсапе. Почему? По причине того, чтобы я понял, насколько вы подготовлены, насколько сложно вам будет объяснить. Размер оплаты не будет превышать той суммы, которую можно, в общем-то, заработать за первый месяц, особо не напрягаясь. Он будет значительно ниже этой суммы, стоимость обучения будет ниже этой суммы. Так что, в общем-то, сложного ничего абсолютно не вижу в этом. Если что-то вам непонятно, пишите внизу под видео, задавайте свои вопросы. Про курсы касаемо автоэлектрики базовой, все понятно. Про курсы касаемо иммобилайзеров. На них пройдем, само собой, повторно, принцип работы иммобилайзеров. Также на этих курсах мы пройдем принцип привязки ключей, принцип привязки центрального замка, соответственно, принцип работы сигнализаций различных. Также пройдем принцип отключения иммобилайзера на многих автомобилях. Ну, соответственно, обсудим оборудование, какое будет для этого использоваться. И, соответственно, программное обеспечение. Касаемо чиптюнинга, ну, зная, само собой, первый курс уже про автоэлектрику базовую, зная, для чего это и что делается. Также будет затронуто оборудование использованное, будет затронуто программное обеспечение, какое используется, как пересчитать самопрошивку и прочее, прочее, прочее. Что необходимо? Курсы будут проходить, занятия будут проходить два либо три дня в неделю. Об этом мы с вами еще будем говорить чуть позже. По времени пишите внизу под видео, какое время вам более удобно, утреннее либо вечернее. Когда пишите время, подстраивайтесь, в общем-то, под Минское, либо под Московское, либо под Варшавское, ну, в общем-то, ближе к центру Европы. Когда будете писать внизу. Внизу утреннее либо вечернее время, вы бы хотели заниматься. Если у вас есть желание более плотно узнать какие-то вопросы или детали, пишите внизу под видео, либо еще лучше переходите в Viber или WhatsApp. Контакты написаны внизу под видео. В общем-то, и все по курсу автоэлектрика. Что я могу сказать на сегодня. Первый поток будет стартовать в начале октября. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. Внизу в комментариях, как я уже говорил, задавайте свои вопросы. До скорых встреч. Пока-пока.